девочки всем привет сегодня начну вам показывать арматы которые у меня появились за этот год можно практически сказать ну я не знаю 95 процентов появились у меня в 2020 году и конечно они все появились просто из-за того что вот эта пандемия началась коронавирус я не смогла в отпуска ездить ну и поднимать все настроения оказалось что ароматы это очень хорошие антидепрессанты вот посмотрим какой будет 21 год потому что если бы он такой же как 20 или еще хуже то да тогда наверное моя коллекция опять же таки вырастет во столько же потому что очень не хватает эмоции ну ладно девочки начну вам хотела начать с маленького такого разбора ароматы которые я уберу из коллекции всего лишь три штучки и быстренько вам покажу какие первая аромата донна ляриф это вы знаете что ароматы ляриф они делают такие закосы под под кого ну под люксовые в основном ароматы либо под очень популярный и такое недорогие но чуть дороже чем у ляриф все ароматы стоят от 6 6 7 евро где-то до 10 как-то так и вот девочки вот насколько мне все остальные ароматы которые у меня уже есть коллекции очень-очень нравится вот донна это первый который меня очень разочаровал почему потому что он на мне и на кожи и на одежде вообще ужасно сел просто ужасно такого никогда не было хотя обычно знаете только положительно слышал о нем это на на аромат light blue от кого толь чакобана если не ошибаюсь у меня отсутствует крышка потому что это тестер да как-то он быстренько быстренько преображается и остается что-то очень химическое неприятное у меня и на коже и на одежде мне это не нравится а так вот начало как бы старт очень такой прикольный действительно зонки цитрусовые потом потом что-то ее же не помню как он пахнет потому что вот несколько раз пыталась по использовать его да очень яркий такие цитрус как будто бы мандарин почистили и вот вот прямо настолько он пахнет но потом я дальше не хочу даже вдыхать и потому что я знаю что он хотя на блатер сейчас приятно пахнет но на мне нет поэтому он уйдет из моей коллекции спрошу подружку может быть ей понравится аромат потому что в принципе слышала только положительно от него вот он уйдет давайте его куда-нибудь сюда спрячу так следующий аромат все-таки девочки я хотел ему дать отлежаться но я понимаю недавно расскажу вам почему я решил все таки его убрать и чтобы он у меня не стоял короче девочки этот аромат арифлейм который поза the secret с такой вот крышечкой вы видите она как будто бронзовая при том аромата арифлейм не нравится но этот опять же таки вот из этой же серии аромат который просто быстро начинает пахнуть продуктами нефтепереработки вот как то так то есть это не не пластмасса не бензин но я слышу у девочек они хвалят говорят что это цветочный аромат а я никаких цветочных нот тут не чувствую и на кожу он настолько ужасно окисляется на моей коже карамба просто хочется пойти и смыть и он плохо смывается вот это в ароматах которые плохо сидят это самое ужасное что вам становится плохо вам не хочется его больше ощущать они еще как на зло такие едки и почему я все-таки решила не оставить я думаю вдруг такое иногда бывает может быть там происходит сейчас какая-то реакция и потом через полгода он и так у меня в принципе сколько три месяца у меня по моему тот нет больше трех месяцев я по-моему в конце лета его купила или начале осенью уже не помню девочек но он мне уже долго лежит то есть вроде уже ну какие-то какие-то цветы я чувствую но все равно вот есть эта неприятная нота которую мой нос ощущает и девочки я пришла к этому выводу что он все-таки уйдет попробовала я против пробник от и в сан лоран и сан лоран и сан лоран либра аромат вот с бумажкой мне понравился я нанесла на кожу этот чудесный прекрасный аромат девочки это какой-то кошмар короче все цветы испарились они просто исчезли с моей кожи я так понимаю что вот в некоторых ароматах они же все синтетические даже эссенции они как-то они не обязательно натуральные и что происходит с моей кожей на моей коже они я не знаю может быть они пропадают на моей коже может они тухнут не знаю что происходит реакция такая что аромат пахнет то ли пластмассы то ли ну неприятно я думал что может быть это мои особенности восприятия но нет это все-таки кожа дала я подружки спросила ну что она чувствует на моей коже англой какой-то неприятный прям аромат и я ей дала этот пробник а пробник красивый то есть видеть это все-таки химия кожи и я подумала что нет просто это не повезло конечно жалко очень в такие моменты особенно если какие-то особенные ароматы но ничего не поделать вот знаете если такое происходит бюджетным ароматом это еще да и не страшно вот представьте нас слушаться вслепую заказать какой-то дорогой аромат что-то вроде и в салмарам либра совсем не дешевый особенно у нас стоит и вот так вот он бы прокис на моей коже это просто кошмар вот сейчас эти ароматы начинают приобретать совсем неприятные нотки вот я думаю что может быть на подружки они будут иначе смотреться но если действительно дело в аромате и что-то пошло при производстве не так то значит выброситься следующий аромат который уйдет я вам его не показывал потому что я сказала что он пришел я осталась очень разочарована паскаль и марабита кто бы мог подумать да чтобы у меня три аромата уже от паскаль марабита и я просто в восторге от этих ароматов и мне очень есть три которые есть не нравится и поэтому я увидела приятную цену но вот этот зеленый перли верта красивый флакон и я его конечно заказала потому что я решила о буду покупать вообще все ароматы от паскаль марабита очень красивый да девочки а у теперь самое шокирующее это аромат благи это плагиат короче это не просто плагиат они воодушевились и выпустили это вот один в один аромата очень довольно известного кабботин кабботин гре у меня есть вот эта туалетная вода у меня есть еще парфюмерная парфюмер парфюмерная да вода и ну то я еще не открывал потому что я подумал я сначала для меня этот уже очень интенсивно его не сначала попривыкну к этому аромату и тогда когда этот будет казаться легким я открою парфюмированную воду но вы видите в принципе да намек тут ясен зеленая крышечка зеленая крышечка на фрагрантике я читала что некоторым девочкам он кажется все-таки разным вот это даже кажется более приятным но на мой нос девочки они совершенно одинаковые то есть да он совершенно он очень красивым дело в том что у меня вот этот целый флакон 100 миллилитровый парфюмерная версия есть я еще нет я два слава богу купила мне кажется я еще в запас покупал нет мне только два и короче мне третий бутылёк такой точно не нужен поэтому вот этот я решила отдать то есть сам по себе аромат чудесный если вам хочется попробовать каботин в современной версии или вам вот этот пузыречек не нравится тогда попробуйте паскаль марабита цена у них совершенно одинаково по моему они стоят до 15 евро где-то 12 до 15 как то так их цена бюджетно но вот так вот печально очень хотелось бы больше оригинальности я подозрю а и знаете еще что интересно девочки уже на 10 минут болтала знаете все таки я наверное сейчас вам этот аромат покажу и прервусь потому что слишком много слишком длинное видео не хочу снимать девочки этот аромат создавала кстати парфюмер которая она довольно известна у нее есть имя и я вот не знаю вот неужели им не стыдно упоминать вот такой вот в их истории может быть что-то вроде она гордится тем что она разгадала вот эту пирамиду и смогла ее повторить я не знаю чем тут гордиться потому что если бы я например у кого-то взяла аромат я бы не стала ставить свое имя под ним потому что мне кажется это позорно вместо того чтобы создать отдельный аромат даже если бы она воодушевле воодушевлялась каботином но сделаю пару нот других и чтобы аромат получился немножечко другой нет она просто взяла и слизала ноты каботина не знаю кстати эта девушка я забыла девочки как ее зовут но она есть парочка удачных классных ароматов которые она создавала и мне казалось что она создает такие характерные ароматы видите есть такое позорное пятно я считаю для парфюмера это не очень похвально вот девочки на этом я закончу вот эти три аромата короче уйдут из моей коллекции я спрошу подружку нравятся ли ей такие захочет ли она ими пользоваться ну а в следующем видео я начну уже показывать ароматы которые у меня в коллекции есть и они пока что у меня сто процентов останутся ну и в течение года как бы это для протокола я хочу снять какие ароматы у меня появились какие есть и возможно в конце года у меня что-то изменится вот на начало следующего года будет конечно интересно также в январе посмотреть во что превратилась моя коллекция потому что пока я просто только знакомлюсь с ароматами пытаюсь понять что же мне нравится какие ароматы очень нравятся какие может быть не очень вот как-то так девочки все желаю вам хорошего вечера хорошего дня и до следующего видео девочки пока пока пока